Новая эра робототехники уже наступила. Гиперреалистичные гуманоидные создания стирают границы между машинами и людьми. Эти реалистичные роботы созданы с невероятной точностью. У них выразительные мимические движения, мягкая кожа, напоминающая человеческую, и плавная моторика. Оснащенные передовым искусственным интеллектом, они способны распознавать эмоции, вести осмысленные беседы и адаптироваться к взаимодействию с пользователем. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как эти революционные технологии меняют способы взаимодействия людей с технологиями. Британский разработчик Мэтт Макмален представил Элизу потрясающую гиперреалистичную роботизированную куклу, которая расширяет границы робототехники и человеческого дизайна. Элиза поражает детализированными чертами лица и ультрареалистичной кожей, точно имитирующей текстуру человека. Ее сложная конструкция сочетает эстетическую красоту и передовые технологические функции, делая Элизу выдающимся представителем реалистичных роботов-компаньонов. Выразительные движения ее лица работают на основе передовых алгоритмов ИИ и высокоточных сенсоров, позволяя распознавать эмоции, интерпретировать голосовые команды и адаптироваться к индивидуальным предпочтениям пользователя. Ее суставы сконструированы так, чтобы двигаться плавно и естественно, что позволяет воспроизводить движение человека с поразительной точностью. Это делает Элизу идеальной как для личного общения, так и для публичных выставок и профессионального использования. Макмален также предусмотрел модульную конструкцию, позволяющую пользователям настраивать и модернизировать компоненты робота, сохраняя его актуальность с технологической точки зрения. Созданная из высококачественных и долговечных материалов, Элиза сохраняет свою реалистичность и надежность. Благодаря элегантному дизайну и передовым возможностям, она не просто робот-кукла, а настоящий прорыв в сфере взаимодействия человека и машин, устанавливая новый стандарт в индустрии. Компания Genoid Dolls представила Аду, гиперреалистичную роботизированную куклу стоимостью около 4 тысяч долларов. Ада воплощает передовые технологии, сочетая реалистичную мимику и мягкую, похожую на человеческую кожу. Разработчики добились баланса между эстетикой и функциональностью, делая ее привлекательной для коллекционеров, энтузиастов робототехники и профессионалов. Оснащенная передовым ИИ и сложными сенсорами, Ада умеет определять эмоции, реагировать на голосовые команды и адаптировать свое поведение в зависимости от предпочтений пользователя. Гибкие суставы обеспечивают плавные и естественные движения, а модульная конструкция позволяет модернизировать робота, сохраняя актуальность технологий. Сделанная из качественных материалов, Ада создана для долгосрочного использования, не теряя своей гиперреалистичной внешности. Благодаря своему дизайну и широким возможностям она переосмысляет будущее взаимодействия человека и робота. Компания 4UDOL представила Камилу, революционную роботизированную куклу, устанавливающую новый стандарт в индустрии. Ее лицо выполнено с потрясающей детализацией, а текстура кожи и мельчайшие особенности делают ее удивительно реалистичной. Но Камилла не просто визуальный шедевр, а функциональное чудо техники. Благодаря передовому ИИ и чувствительным сенсорам она умеет распознавать эмоции, реагировать на голосовые команды и подстраивать взаимодействие подпользователя. Ее гибкие суставы обеспечивают плавные, естественные движения, а модульная конструкция позволяет менять и улучшать характеристики робота. Камилла идеально подходит как для коллекционеров и энтузиастов робототехники, так и для профессионального использования. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года был представлен инновационный гиперреалистичный робот из серии «Райна» под названием «Киоэй». Этот робот разработан для точного воспроизведения человеческого взаимодействия и эмоционального восприятия. «Киоэй» обладает гиперреалистичной внешностью, максимально приближенной к человеческим чертам, что способствует более естественной и плавной коммуникации. Он может выражать широкий спектр человеческих эмоций, обеспечивая глубокие и значимые связи с людьми. Кроме того, «Киоэй» оснащен передовой технологией искусственного интеллекта, позволяющей ему интерпретировать и реагировать на сложные социальные сигналы. Это значительно улучшает его способность к взаимодействию в самых разных средах. Прошло уже три года с момента дебюта первого китайского гуманоидного робота на основе ИИ в национальном телевещании. Разработанный компанией «Экс-роботы», робот «Джан Лайлай» стал первым реалистичным роботом, созданным в Китае. «Джан Лайлай» базируется в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Она является ведущей развлекательного шоу, создавая будущее с интеллектом, где демонстрирует последние достижения китайских технологий. Этот гуманоидный робот обладает реалистичной силиконовой кожей, но намеренно оставляет видимыми механические элементы. «Джан Лайлай» завоевала популярность во всей стране и стала сенсацией в социальных сетях. По заявлению телеканала, «Джан» представляется как 18-летняя девушка, которая любит петь, читать комиксы и перекусывать. Помимо этого, робот обладает выдающимися способностями к анализу больших данных, обработке информации и ее хранению, привлекая внимание зрителей своим обаянием. На сцене «Джан» демонстрирует выразительные движения губ и жестов, а также говорит в спокойном и приятном тоне, что делает ее выступления более реалистичными. Компания «Хо Ю» и «Геной Доллс» представила свою последнюю гиперреалистичную роботизированную куклу «Еву» стоимостью около 2000 долларов. Этот революционный робот выделяется своим ультрареалистичным дизайном, детализированными чертами лица и мягкой реалистичной кожей, имитирующей текстуру человека. Разработчики «Евы» тщательно сбалансировали эстетику и функциональность, что делает ее популярным выбором среди коллекционеров и любителей технологий. ИИ-система «Евы» управляет ее выразительными мимическими движениями, а высокоточные сенсоры позволяют распознавать эмоции, реагировать на голосовые команды и адаптировать поведение к предпочтениям пользователя. Ее суставы спроектированы для плавных, естественных движений, что делает жесты максимально реалистичными. Благодаря модульной конструкции пользователи могут настраивать и модернизировать «Еву», получая индивидуальный и адаптивный опыт. Использование высококачественных и долговечных материалов гарантирует надежность и реалистичность в течение долгого времени. Современный дизайн и широкие функциональные возможности делают «Еву» важным шагом вперед в развитии взаимодействия человека и робота. Знакомьтесь, Айда – первый в мире ультрареалистичный робот-художник. Это не просто машина, а настоящая творческая личность, сочетающая искусство и технологии. Оснащенная передовым ИИ, Айда умеет рисовать и создавать произведения искусство, сочетая технологию и художественное самовыражение. Ее тело обладает множеством степеней свободы и использует технологию, совершенствующуюся с 2019 года. Это позволяет Айде воспроизводить естественные движения человека, наклоняться, следить взглядом и плавно поворачивать корпус в соответствии с движениями головы. Однако, несмотря на реалистичность движений, у Айды есть ограничения – она не может ходить. Тем не менее, ее художественные способности остаются непревзойденными. Чтобы создать рисунок, встроенная камера Айды сканирует объект и генерирует его виртуальный контур, который затем преобразуется в точные координаты для ее роботизированной руки. Благодаря системе распознавания лиц, Айда создает потрясающие детализированные портреты. Используя камеры в своих глазах, она сканирует лицо модели и тщательно воссоздает его на бумаге, демонстрируя огромный потенциал ИИ. Представляем Хацки – уникального японского гуманоидного робота от компании HATU-M, который сочетает в себе робототехнику и эстетику аниме. Впервые представленный на выставках Wonder Festival и Международной выставке робототехники, Хацки соединяет передовые технологии и анимационное искусство. При росте 145 см Хацки использует технологию проекции, отображая как 2D, так и 3D анимированные выражения лица в реальном времени, оживляя персонажей аниме. Его система общения на базе чат ГПТ позволяет вести динамичные диалоги и взаимодействовать с пользователем. Будущие разработки Хацки будут направлены на улучшение мобильности, расширяя возможности его использования в различных сферах. Познакомьтесь с Амирой, экстраординарным гуманоидным роботом британской компании Engineered Arts. Созданная, чтобы максимально напоминать человека, Амира обладает сложными мимическими движениями и невероятно реалистичной внешностью. Ее кожа выполнена из высококачественного силикона, который точно имитирует естественную текстуру. Развитая система выражения эмоций позволяет Амире передавать широкий спектр чувств, включая радость, любопытство, удивление и даже меланхолию. Она умеет вести интерактивные диалоги, используя технологии распознавания речи и синтеза голоса, что делает ее ответы естественными. Помимо общения, Амира анализирует поведение посетителей, подстраивая свою манеру общения под разную аудиторию. Она является популярным экспонатом на выставках, в музеях, торговых центрах и крупных событиях, привлекая внимание, как выдающийся пример, современной робототехники. Actroid Seed – это гиперреалистичный гуманоидный робот от японской компании Kokoro, переосмысляющий социальное взаимодействие с помощью технологий ИИ. Используя нейросети, Actroid Seed воспроизводит человеческие жесты, поддерживает зрительный контакт и следит за движениями собеседника, созданная в сотрудничестве с научно-технологическим институтом НАРА. Actroid Seed адаптируется к различным условиям, создавая естественное взаимодействие. Хотя ее разговорные возможности ограничены, она умеет прерывать заранее запрограммированные скрипты, чтобы отвечать на вопросы в режиме реального времени. Робот успешно тестировался в музеях, где помогал направлять посетителей и отвечать на их вопросы. Благодаря своему потенциалу в здравоохранении, образовании и индустрии развлечений, Actroid Seed демонстрирует, как роботы могут укреплять эмоциональные связи с людьми. Спасибо за внимание! Эти передовые технологии продолжают расширять границы возможного. Не забудьте лайкнуть, поделиться и подписаться на наш канал, чтобы узнать больше о будущем ИИ и робототехники. До встречи в следующем видео! Субтитры создавал DimaTorzok